Всем привет! Мы на канале Своими Руками и сегодня с вами мы будем делать магнитик с вот таким букетиком тюльпанов. Но прежде чем делать магнитики, мы научимся делать такие вот красивые цветочки в виде тюльпанчиков. Что нам сегодня будет нужно для работы? Нам нужна будет лента атласная двух видов, такая розовая лента шириной 4 сантиметра и узкая лента шириной 1,5 сантиметра. Также нам нужны будут тычинки уже готовые. Для основы магнитика вот такой круг вырезанный из картона, сам магнитик, иголка с ниткой, ножницы и зажигалка или спички, чтобы оплавлять края ленты. Итак, для начала мы будем учиться делать с вами тюльпанчик. Берем атласную ленту. Атласная лента ширина может быть любая. Я выбрала вот такую ленточку, ширина 4 сантиметра. Начинаем делать наш тюльпанчик. Нам необходимо отмерить начало нашего тюльпанчика. Начало будет равно ширина ленты умноженная на 2. То есть, если у меня ширина ленты 4, я умножаю на 2, я отмеряю 8 сантиметров при помощи линейки. Измеряю. И изнанкой внутрь мы делаем вот такой загиб. При помощи портных булавок мы закрепляем этот изгиб, если необходимо. И в дальнейшем нашей работе портные булавочки нам будут необходимы. Кому надо тут зафиксировал, если нет, придерживаем. И нам нужно согнуть ленту под углом 45 градусов. Зафиксировали. Вот такой уголок у нас должен получиться. Отворачиваем ленту назад. И опускаем ленту вниз. Получается еще один уголок. Мы его тоже фиксируем при помощи иголки. Повернули. Опять делаем изгиб. Все. Загибаем последний уголок. И нашу ленточку... Наша ленточка начала должна оказаться внизу под этим уголком. И тоже фиксируем. Вот такой квадратик у вас должен получиться. Теперь берем ножницы. По краю. Обрезаем. И наши края слегка облавляем, чтобы нам дальше не мешало работать. Вот такой квадратик у вас должен получиться. Далее. Теперь берем иголку с ниткой. Желательно подбирать нитки по цвету. И с уголка прошиваем. Прошили. Теперь наши иголки нужно вытащить. Вот такая лицевая сторона получилась. Это изнанка. И аккуратно начинаем стягивать наш цветочек. Поправили наши лепесточки. Все. Наш цветочек практически готов. Теперь нам нужно украсить серединку нашего цветочка. Для этого нам нужны будут уже готовые тычинки. Они с двух сторон. Мы перегибаем напополам. И посередине фиксируем клеем. Чтоб у нас они держались. Придавили. Зафиксировали. У вас получился вот такой букет тычинок. Немного. Обрезаем. И теперь нам необходимо в серединку ставить. Поэтому немножко сейчас цветок раскроем. Наносим клей. И очень быстренько вставляем в серединку. Когда наша серединка приклеилась, у нас получился вот такой цветочек. Для создания такого букетика вам нужно будет сделать три таких цветочка. Ну а теперь приступаем к изготовлению магнитика. Что нам для этого нужно? Значит, когда композиция у вас готова, она состоит из трех цветочков. Десяти зеленых лепесточков. И я добавила для украшения три бусинки. Сейчас мы будем делать основу для нашего будущего магнитика. Я вырезала вот такую основу из картона. Сейчас мы будем ее украшать при помощи ленты. Зафиксировали кончик ленты. И по кругу будем оборачивать. Последнюю ленточку фиксируем. С одной стороны. Вот такая основа у нас красивая получается. Переворачиваем. И здесь обрезаем ленту. Вот такая основа. Симпатичная у нас получилась для нашего магнитика. Теперь нам осталось прикрепить наш букет и приклеить сам магнит. Там, где мы закончили, мы закроем нашим букетиком. С этой стороны мы прикрепим магнит. Пока он подсыхает, мы с вами приклеим наш букетик. Вот такой магнитик с тюльпанами мы с вами сегодня сделали. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok